Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Боброво появилась поликлиника в шаговой доступности. Мы сделаем все, чтобы было комфортно, чтобы все было прекрасно, чтобы люди были довольны. Во взрослой поликлинике города Видное появился новый видеогастроскоп. Более легкий, более гибкий. Ну и все-таки цифровая техника – это совсем все по-другому. Встреча с представителями различных организаций в отделении общества инвалидов. Я хочу сказать спасибо тем, кто откликнулся, пришел на нашу встречу. Отныне для того, чтобы получить медицинское обслуживание, не нужно никаких дальних поездок. У жителей поселка Боброво появилась собственная полноценная поликлиника в шаговой доступности. О том, чем она оснащена и когда распахнет свои двери, расскажет Юлия Погасьян. Этого события жители нового микрорайона в поселке Боброво ждали долгие годы. И вот, наконец, на днях здесь откроется поликлиника со взрослым и детским отделениями. Оснащена современным оборудованием, комфортная зона ожидания, просторные коридоры и кабинеты. Выполнено медицинское учреждение в соответствии с требованиями программы правительства Московской области «Наша поликлиника». В поликлинике будут работать, получается, педиатры, педиатры, врачи-педиатры и терапевты. Помимо этого, у нас будут работать узкие специалисты. Это невролог, окулист, отоларинголог и хирург. В новую поликлинику закуплено современное дорогостоящее оборудование. Инновационная техника для работы окулиста. Лор-комбайн – аппарат УЗИ, оснащенный высокоточными датчиками. Мы можем делать на УЗИ, даже УЗИ сердца для деток, которые у нас будут обслуживаться. Мы сделаем все, чтобы было комфортно, чтобы было все прекрасно, чтобы люди были довольны нашим обслуживанием. Поликлиника многофункциональная. Помимо того, что здесь есть и взрослое, и детское отделение, предусмотрен отдельный вход с улицы для пациентов с признаками ОРВИ. А значит, они не заразят, например, тех, кто пришел на диспансеризацию. А на диспансеризацию пациентов здесь ждут шесть дней в неделю с восьми утра до двадцати часов вечера. В воскресенье – выходной. В своей двери медицинское учреждение распахнет 21 августа. Юлия Погасьян, Грилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В медицинском арсенале врачей Видновской взрослой поликлиники появилось новое оборудование. Теперь исследование патологии желудочно-кишечного тракта можно производить с помощью видеогастроскопа. Аппарат позволяет во время гастроскопии более детально рассмотреть слизистую и диагностировать раковые заболевания на ранней стадии – язвы, эрозии и грыжи. Занимает процедура несколько минут в зависимости от случая и состояния пациента. Новое оборудование, конечно, все по-другому. Мне пришлось работать на более жестких, на более старых аппаратах, которые действительно были как шпики. И больным тяжело было, и нам он тяжелее намного был. Этот более легкий, более гибкий. Ну и все-таки цифровая техника – это совсем все по-другому. Для диагностики патологии ЖКТ нет более точного метода исследования, чем гастроскопия. Процедура не самая приятная, но врач всегда старается найти подход к каждому пациенту. Первое, что это возникает, конечно, при любом аппарате, какой бы он ни был, возникает чувство нехватки воздуха. И поэтому вот страх возникает у человека. Поэтому стараешься как-то успокоить. Получить направление на исследование можно через врача-терапевта. Еще до пандемии в Ленинском отделении общества инвалидов существовала традиция проводить встречи с представителями различных организаций округа. На них члены общества могли поделиться своими проблемами и совместно с ответственными лицами найти способы их решения. Теперь эту традицию принято возродить. На встречу в формате круглого стола в помещении Ленинского отделения общества инвалидов пришли представители отдела ЖКХ администрации округа, Управление социальной защиты, Центр социальных услуг Домодедовский и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Я хочу сказать спасибо тем, кто откликнулся, пришел на нашу встречу, готов с вами встретиться и ответить на ваши вопросы. До пандемии подобные встречи проходили на постоянной основе и теперь решено возродить эту традицию. Благодаря ей члены общества инвалидов имеют возможность напрямую обратиться к ответственному должностному лицу со своим вопросом. У меня проблема не только у меня, а всего дома. Нас затушили крысы, полчища крыс. Из горячего крана льется вода, хороший напор, но она холодная. Все плохо обрезается. Деревья плохо подрезаются. Дом 27. Развилка 27. Дом 27. Все жалобы тщательно протоколируются и отдаются в работу тем организациям, которые ответственны за появление той или иной проблемы для ее решения. В ходе встречи к собравшимся присоединился директор видновских парков Моисей Шимаилов. Ему также задали несколько вопросов, касающихся об устройстве парка Опаренки. Почему нет лавок? Потому что если люди идут на лыжах, то они снесут любого. Нельзя на трассе, по которой идут спортсмены, мили, легкоатлетика и так далее, ставить скамейку. Обязательно кончится трагедией. Участники встречи также обсудили один из главных давно навалевших вопросов выделению общества инвалидов нового помещения. Мы ездим на соревнованиях, мы видим помещение, замечательное помещение. У нас очень большая организация. В результате, вы видите, мы всех не можем собрать. Мы сидим, нам бы очень хотелось бы хорошее помещение, но доступное для того, чтобы люди могли туда. Вот, например, на школьной. Замечательное помещение. Сколько лет оно пустое. У меня есть предложение Натальи Аксимовны написать обращение на имя главы. А я, как представитель общественной палаты, поддержу ее и, в свою очередь, тоже напишем такое же письмо с просьбой предусмотреть для общественной организации российского общества инвалидов Ленинского городского округа новое помещение с доступной средой. Завершился круглый стол дружеским чаепитием. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Новый рейд и новый штраф. Съемочная группа телеканала Видное ТВ совместно с сотрудниками полиции и администрации Ленинского городского округа стали свидетелями очередного незаконного сброса строительных отходов. Какие меры были применены в отношении нарушителей и как правоохранители борются с несознательными гражданами, расскажет Кирилл Махров. Знаете ли вы, сколько в среднем в день каждый житель нашей страны утилизирует разных отходов? Примерно полтора килограмма. Много это или мало, судите сами. Однако стоит отметить, что делаем мы это преимущественно туда, куда положено. Урны, мусоропроводы, придомовые баки для смешанных отходов, скипы. Так называют большие мусорные контейнеры с открытым верхом. Другое дело, приезжие разнорабочие, не имеющие ни стыда, ни совести, ни страха. Интересно, сколько на этот раз мешков возьмут? Не, вы берите. Трое мужчин, которые, как ни в чем не бывало, загружают газель мешками со строительным мусором. В условиях полной конспирации фиксируем погрузку отходов. Рабочие то и дело подозрительно оглядываются, видимо, понимая незаконность своих действий. Пограмма телезрителей, ну все как видите, все как есть. Набив кузов, на вскидку тонны строительного мусора, мужчина начинает движение к месту утилизации. Куда именно, согласно букве закона, должен направиться груз, нам рассказал участковый Алексей Гришин. Справки, все документы, они берут Минэкология. Любая строительная организация, объект, либо частный подрядческий лиц, оно должно брать документы там. А куда обычно вывозят? По закону. А куда будет назначено. Понятно. То есть в Красногорске, в Министерстве экологии, там назначают место, куда они имеют право сбросить это. Они перечень, их сведения не дают. Следуем за машиной. На этот раз газель покинула Ленинский городской округ, и вот мы уже едем по территории Домодетского округа. Наши антигерои подъехали к мусорным придомовым контейнерам в микрорайоне Востряково. И один за другим принялись сбрасывать мешки в неположенном месте. Быстро подъезжаем и фиксируем факт нарушения. Документ на перевозку вузы есть? Увидев правоохранителей, черные утилизаторы мгновенно сворачиваются. Однако факт незаконной утилизации зафиксирован на камеру. Нарушителями оказались граждане Таджикистана, работающие в Московской области по патентам, без указаний вида деятельности. Далее все по отработанной схеме. На сегодня наши собственники вывезли строительный мусор в другой городской округ, в Домодетовский городской округ. В связи с этим нам пришлось вызвать наряд полиции Домодетовского городского округа. Также итогом будет то, что у нас машину заберут на штрафстоянку, арестуют на 30 суток. И будет вынесено постановление от Министерства экологии. И еще также будет взыматься плата за хранение автотранспорта на специализированной стоянке. Аналогично предыдущим рейдам участковый оформляет нужные протоколы и изымает транспортное средство. Помещая его на спецстоянку, каким образом «Газель» попала в руки нарушителей, водитель в разумительного ответа дать не смог. По всей видимости, она просто позаимствована. Опять же, в курсе ли собственник, как используется его транспортное средство – вопрос. Однако штрафов и пошлин на сумму свыше 100 тысяч рублей владельцу не избежать. И это не считая простоя. Сами же нарушители с ясными глазами утверждают, что понятия не имели о незаконности своих действий. Однозначно врут. А знал то, что это незаконно вообще вы делаете или нет? Нет. Не знал. То, что вообще документ, сертификат какой-то нужен, с Министерства экологии вообще должны что-нибудь получать. Нет. Абсолютное равнодушие у граждан Таджикистана и после вопроса о варварском загрязнении природы. Напрашивается вопрос. Может штраф 2000 рублей за тонну отравляющего природу мусора – это ничтожно мало? А вот уголовная ответственность и суммы как минимум 200 тысяч рублей сделают борьбу с нелегальной утилизацией более эффективной. Кирилл Махров, Гульнара Балаева. Специально для Видное ТВ. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания.